Добрый день! Скажите честно, признайтесь сами себе. Вот я признаюсь. Если человек сетевик, и он ни разу не говорил примерно такие слова, почему люди такие уроды? Но почему люди такие вялые? Почему они такие ленивые? Почему такие зазомбированные? Почему они такие инертные? Почему они ничего не хотят? Почему они ничего не хотят слушать? Но почему люди такие? Если вы не удивлялись, если вы не задавались этим вопросом, если вас это не поражало, не било прямо в самое сердце, если вы не искали ответ на этот сакраментальный вопрос, то вы никогда не занимались бизнесом, сетевым в частности. Но если вы хоть чуть-чуть прикоснулись к этому делу, то вы наверняка, наверняка тысячу раз сами себе сказали это. Да что ж такое? А потом наверняка вы слышали это много раз от своих людей, от новеньких особенно. Чем дольше человек пребывает в этой индустрии, чем дольше он удерживается в этом бизнесе, тем реже от него можно слушать эти слова. Возникает вопрос, почему? Ну вот так, действительно, вот человек говорит, я им рассказываю, я стараюсь, я вот от всей души, от всего сердца хочу поделиться тем, что я узнал. Я всем своим друзьям, все, родителям, родственникам, жене, мужу, там, всем рассказал, ни одна скотина изменить выражение не хочет. Более того, они смеются. Или лежат на диване, или им лень даже зайти на сайт. Да что такое? Почему они такие ленивые? Ну почему люди такие ленивые? Почему они такие вялые? Никакие. Или почему они такие вредные? Или почему они не верят? Ну короче говоря, вариаций этих вопросов огромное множество. Смысл один. Человек на начальном этапе, да более того, и порой уже и через год, и через два, и через три года занимается этим бизнесом, по-прежнему никак не успокаивается и продолжает задавать себе этот вопрос. А ответ очень простой. Это не люди виноваты в том, что они ведут себя так, что у тебя возникает эта мысль. Почему так люди плохо к тебе относятся, когда ты делаешь предложение по бизнесу или по продуктам? Все дело не в людях, все дело в тебе. Все дело не в людях, все дело в тебе. Сегодня я разговаривал с одним человеком, он говорит, Я думал, что мои друзья пойдут за мной. Мы с ними столько пережили, столько перетерпели. И водку пили, и соль ели, и в воде горели, и что там только с нами не было, ну как братья. Но когда я им рассказал о бизнесе, они посмеялись, но они за мной не пошли. Так выходит, они вовсе не друзья. Ну я бы не стал так говорить по поводу своих друзей. Дело в нас. Ответ простой, в нас. Этот человек говорит, да, вот видимо мне авторитета не хватает. Поэтому что мне тут ловить? Мне тут ловить нечего, конечно. Надо идти к незнакомым людям, вот они не знают меня. Я вот сейчас их меня подписываю, разбогатею. И тогда я приду к своим знакомым и покажу им свои результаты, и они все подпишутся. Но это неправда. Авторитета не хватает, да. И как я сказал этому человеку, он с неба не упадет. Авторитет с неба не падает. Есть такое высказывание, оно касается не только нашего бизнеса. Наш бизнес такой маленький, средств вообще жизни. В какой сфере не возьми, везде борьба. Везде утверждение. Везде нужно доказывать, что ты сильный, что ты можешь, что ты выстоял, что ты научился, что ты осознал, что ты пропахал на брюхе, что ты выстоял, что ты не сдался, когда все ушли. В любом деле, в спорте, в науке, в музыке, там я не знаю где, на работе, где угодно. Везде надо доказывать делом, что ты не мекина, что ты из себя что-то представляешь. Что ты человек, с большой буквы. Тогда приходит авторитет. Один умный человек сказал так. Сначала над тобой смеются. Просто хохочет захлеб. Это первый этап твоего бизнеса. Потом начинает злиться, раздражаться, нервничать, видя, что ты стоишь на своем. Более того, у тебя начинает получаться. А потом, третий этап наступает, когда все будут вынуждены сказать, да я всегда говорил, что он классный парень. У него точно получится, он талантливый, я его всегда поддерживал. Сначала смеются, потом злятся, потом говорят, что они всегда в тебя верили. Такие люди. А потом будут унижены, пряча глазки, крутиться кругами вокруг тебя, имея надежду выманить у тебя денег. Если они пойдут в сетевой бизнес, или пойдут куда-то заниматься делом, они попадут в точно такую же ситуацию. Над ними будут смеяться, на них будут показывать пальцами и говорить. Они будут удивляться, ну почему люди такие зомби? Почему они такие кретины? Почему они так ведут себя? И эта песня бесконечная. Итак, вывод какой? Нужно продолжать делать то, что ведет тебя к успеху. Ну, для того, чтобы потерь было меньше, и расстояние между фазой, когда над тобой смеются, до фазы, когда над тебя уже раздражаются и нервничают, и злятся, видя, что ты стоишь на своем и преуспевать начинаешь, до фазы, когда ты уже стал крутой, и они все тебя взахлеб хвалят и целуют тебя в десны, вот это расстояние нужно максимально сокращать. Это берется двумя вещами. Первое. Нужно знать, как получать специальные знания. И второе. Нужно быстро и много работать. Нужно самоотверженно действовать. Нужно быть переполненным энтузиазмом. Нужно себя держать в таком боевом состоянии, во взводе, чтобы быстро проскакивать вот эти периоды. Тогда они будут валиться, и ты будешь с удивлением наблюдать за людьми, которые вчера над тобой хихикали, а сегодня показывали на тебя пальцем, а сегодня говорят, да, я хотел бы к тебе подписаться. Но ты, наверное, уже с простыми смертными не разговариваешь просто так. Нужно ломать им заборы нахрен быстро, чтобы они меняли свои отношения, уважают силу, уважают тех людей, которые становятся профессиональными. А профессионал это сильный человек, который выстоял, когда был никем, когда он был зеро, когда он был ноль, когда все заслуженно, правильно, справедливо смеялись над ним. Они смеются, чтобы ты стал сильным. Они не идут за тобой, потому что они тебе не верят, потому что ты никто, потому что ты новичок. Это так естественно. И если ты, столкнувшись с такими проблемами, быстро заломался, завял, затух и сказал, ну нет, лучше я буду где-нибудь стоять, только не терпеть это, значит ты бедный. На всю оставшуюся жизнь останешься никем. Выстаивают, выдерживают, не ломаются люди, которые Богом определены стать кем-то. Им обязательно будет трудно, им обязательно будет тяжко. Они обязательно будут плакать. Их обязательно будут сдавливать, сжимать, пробовать на излом. Долгие родственники, близкие люди, которые будут отворачиваться и мочить их. Так везде, так во всем. Кто ты такой, чтобы в артисты записываться? Говорили великим, который сегодня получает за один фильм по 20 миллионов долларов. Кто ты такой? У тебя рожа, посмотри какая. На кого ты похожа или похожа? Куда ты лезешь? У тебя даже образования нет. А человек прет и все. Начиная с маленького, с маленького, с малюсенького, с первого шага. И стоит на своем. Продолжаешь стоять на своем, смеяться перестанут. Сломался, будут смеяться всю жизнь. Потому что, говорит, пошел в седевой бизнес и сломался. И опять будут смеяться. Потому что ты опять вернешься туда, где был. И так, вывод какой? Первое. Знать как правильно действовать, чтобы сократить это расстояние от проблемного до успешного. И второе. Действовать быстро, многоэнергично. Держать себя в силе духа. Держаться в команде. И твердо верить в то, что ты можешь все. Ты можешь все. Ты можешь победить и ты победишь, если не сломаешься. Разозлись! Сломаем заборы. Расскажу завтра, что такое сломать забор, кто еще не знает. Желаю вам удара.